всем привет друзья сегодня воскресенье и первый раз в этом сезоне мы собираемся к морю небольшой компанией поедем на пляж фонтанка посмотрим как там есть люди отдыхают или нет и в каком состоянии пляж готов ли он к приему отдыхающих в общем все в этом видео вот она основная банда которая сегодня будет действовать вот и но шикарный пляж ресторанчик работает сейчас выгрузимся и пойдем на берег красота скамеечка ступенечки и позитивные зонтики уже не первый год стоят здесь и желтые искусственные деревья создают настроение хорошее вот здесь ресторанчики такие кабинки для отдыха это места для рыбалки шикарные ну вот друзья что хочу сказать пока границы не открыты и пока нельзя выехать какие-то зарубежные туристические места для отдыха посмотрите как здесь здорово да и вообще куда ехать надо нашу внутреннюю экономику поднимать вкладывать деньги себя свою страну так получается а не вывозить их за границу видите что можно сделать если захочешь разве не здорово вот сейчас под этим зонтиком в тени мы и устроимся это будет шикарно один джан как тебе первое впечатление да то можно сначала сразу нельзя да я смотрю дети купаются все равно не вода наверно все таки теплая сейчас пойду проверить ой по температуре вода конечно сразу с налету кажется прохладной даже холодноватой у нас есть целая курица зелень и полно да согревающие напитки если кто замерзнет вот и освежающие тоже давай наливать вот такой у нас первый летний стол скромный только кто узнал вот ребята стоят в белой футболке и он еще один купил белой футболке и спортивный штанет сервис у них такой вот из этого ресторанчика приносят напитки прямо на пляж и не очень дорого бокал пива 40 гривен так что вот уже начинается настоящий сезон друзья и уже не начинается начался настоящий сезон сервис будет развиваться конечно какие-то электромобили летние такие наверное будет какая-то услуга предоставляться отдыхающим вот такой прекрасный ресторанчик уже работает вы рады что работаете до 100 открылись я тоже рад конечно да очень да как у вас цены а вот так даже когда вы что конкуренцию макдональдс составляете да да ну молодцы я желаю вам удачи за хорошего настроения такой спуск зелененький а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот такие оригинальные урны здесь. Посмотрите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще, мне кажется, все здесь делается как-то с душой, с любовью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь комплекс здесь ВГ. Тут же сразу каву с собой. И на втором этаже полиция. Девочки, всех катаете или нет? А? Всех катаете или нет? Нет, да? Ну хорошо, какие услуги делаете, а? Негативные услуги. Не, ну вы же чего-то же катаетесь куда-то туда-сюда. Да? Это же не ваш личный трансфер. Мой. Нет, серьезно? Серьезно, да. Я думал, что это от ресторана. Да. От ресторана? Да. Серьезно, да? Да. А вот там я видел большие такие же электромобильчики. Большие будут такси. Такси-сервис. Такси-сервис будет. А, такси-сервис, да? Будем поднимать в гору, да. А, вот так даже, да? Да, да. Они электрические. Они будут ездить от ресторана до шлагбаума туда, на дорогу вывозить. А, и людей привозить сюда и увозить, да? Кто без машин, кто без машин. Вы же видите, парковки тяжелые, кто-то живет наверху, чтобы машину не замать. То есть, такси-сервис будет, три машинки будут ездить. О, здорово. Да? Здорово. Я этого и добивался от вас. Да. Но мы двухместные, мы просто гуляемся. Ну, я понимаю, да. Спасибо большое. Спасибо. Как вас зовут? Инара. Инара? Да. Очень приятно. Будете в Ютубе. Бог снимаете. Да. В Ютубе. Владимир Бушняк канал. Да. Удачи вам. Спасибо вам, Владимир. Спасибо. Спасибо. Я еще хочу сообщить вам информацию такую, что въезд на территорию этого пляжа огромного фонтанка стоит 20 гривен в час с машины. Заезжаешь. Вот сколько, какое время ты здесь пробудешь. Потом на выезде по талончику будет определять время нахождения здесь и будет произведиться оплата за время пребывания. Вот час стоит 20 гривен. Еще хочу добавить, что пенсионерам въезд бесплатный. И время нахождения здесь не ограничено. То есть, если ты показываешь пенсионное удостоверение, то, значит, для тебя въезд и выезд бесплатный. Кстати, точно такие же расценки были и в прошлом году. Вот. Но хочу сказать, что в этом году, конечно, будет, наверное, людей гораздо больше. Уже сейчас вот по первому дню воскресному уже видно и чувствуется, что наплыв будет огромный. Учитывая то еще, что границы пока закрыты и наши туристы, люди, которые привыкли отдыхать где-то за границей, не могут выехать. Все будут ехать сюда, в Одессу, на Черноморское побережье. И будут, конечно же, отдыхать на наших пляжах. Это, наверное, хорошо. Хорошо для нашего бизнеса, для развития экономики. Но, естественно, наверное, плохо для тех, кто хотел бы выехать за границу, но пока не может. Еще хочу сказать, друзья, что это место, фонтанка, одно из самых лучших мест отдыха, летнего отдыха, во всяком случае, в Одесской области. Единственное, чего здесь не хватает, конечно, это отелей. Хороших отелей, которые могли бы быть, наверное, построены вот где-то здесь. Места здесь достаточно. И это все тянется вон, посмотрите туда, на целые километры. Да, катастрофически здесь не хватает, конечно, отелей, мотелей, для того, чтобы, ну, уже по полной программе можно было бы отдохнуть, приехать, поселиться здесь и получить все, что можно получить оттуда на берегу моря. А вот кто-то деток привез организованно. Наверное, на этом автобусе детки приехали. Это здорово. Так вот, эти дети спортсмены мне тут не на камеру рассказали. И спортсмены из Запорожской области где-то тренируются. И вот приехали на выходной на море, так как бы по ходу. Тоже приятно и хорошо. Да, представляю, что здесь будет твориться в разгар лета. Загорелые и счастливые. Домой сейчас будем возвращаться. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok